Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. События дня. Номер 497. Эпиграф. 1 Коринфян 15.13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Это у нас идет... Сегодня 24-я. Опять что-то у меня тут неладно. Выходит, тогда надо 498-й поставить здесь. Как это? Воскресенье-то у нас не было. Это за 23-е выходит. Ну да, за 23-е. Сегодня 24-е. Разочарашний день. Здравствуйте. Решилось вам еще написать по теме совместной молитвы. Извините, если отвлекаю. Вот сегодня на молитве Игнатий Тихонович сказал, что раз люди не присоединяются, то вообще надо перестать совместно молиться. У меня вот такая большая просьба, предложение. Я знаю, что Игнатий Тихонович очень занят, и у вас свой распорядок жизни. Но прошу вас рассмотреть предложение о совместной молитве по утрам, по московскому времени, промежутке 4.40 до 6.40. Ну то есть 4.40 это по Москве, и получается у нас 8.40. 8.40 уже люди давно на работе работают. То есть нам абсолютно это неприемлемо. Мы не можем работу бросить, государственную работу и выйти. А когда мы говорим, что у нас 4.40 по-нашему, а в Москве 0.40, то встать любой может. Он встанет, и ничего этого не будет. Ляша, ложись раньше, но в это время встанешь. То есть предложение невыполнимое. Совершенно. У нас люди-то работают. Это никак. И в 4.40 даже у меня здесь никого нет. У себя разошлись. Я один тут еще не сделаю. Никак. Я имею в виду не 2 часа молиться, а столько, сколько вы посчитаете нужным. Но в этом промежутке времени. В этом промежутке, вот и говорим мы как раз, мы это поняли. Но это невозможно. Тут то, чтобы вы, москвичи, для себя организовали именно вот такое время. Я сейчас постараюсь составить ролик утром именно об этой молитве. Мы показали. Теперь каждый может образовывать у себя. На Украине, Белоруссии. Ну, как-то сообщайте, делайте. Начинайте работать-то. Вот я уезжаю сейчас на 4 месяца. Нас-то же вообще не будет. Из Потеряевки не подсоединишься. Там очень дорого. И, ну, какой там через модем. То электричества нет, то еще что. В степи считай. Так что каждому, где ему выгод. Допустим, ну, мы в 4.40. А в это время уже 2 часа дня где-то. 2 часа дня. И как он может бросить и молиться-то? Никак. Но встать среди ночи, это может любой. Это ни на ком, нигде не отражается. Только, ну, трудно вставать. Но зато раньше и ляжь. А после молитвы можешь еще прилечь, сколько время есть. Вот поэтому никак нельзя. Дальше. Тогда могло бы больше присоединиться людей с европейской части. Тех, кто живет по московскому времени. Вот и сделайте это. Вот я показываю. Какой выход? Выход один. Чтобы кто-то у вас образовал. И вы именно на указанной вам часы. В 4.40 по московскому времени. Для тех, кто к вам присоединится. Но это должен кто-то взять на себя. Вот у нас заходит там Вячеслав, Ткащев там и другие москвичи. Ну, найдите. Начинайте трудиться. Можно попробовать, например, вести это на несколько месяцев и посмотреть, как пойдет. Не на дне, а месяцев. Ну, это значит, совсем не знаете, о чем говорите. Какой месяц-то? Мы молимся уже 2 месяца. Уже 3 месяц начался. 3 месяц. Уже под 70 молитв. Утренних. И никого нету. 3 человека приходят и все. Вот тут и проявляется как раз. Одно дело поразглагольствовать. Прийти, посидеть, послушать. Как говорится, ушами похлопать. А другое дело жить по-христиански. И у нас тут Барнаульские многие знают. И вообще не знают. И никого нету. И пенсионеров у нас сколько нету. Ну, ладно, бабушки там у кого-то нету. А у кого-то и интернет есть. Молитва это один из определителей. И вот как человек спит. Сколько он спит. Это определитель того, какова жизнь. Это свидетельство о истинном рождении свыше. О стремлении соединиться с Богом. Так, очень хотелось бы в нем участвовать. И было бы здорово, если бы Игнатий Тихонович выделил хотя бы 15-20 минут. Ни одной минуты нельзя выделить. В это время мы все на работе. Работаем в лесу. И как я могу там соединиться-то? Молиться мы и там молимся. Мы где бы ни были, везде молимся. Пошли с детьми по ягодой. И там помолимся. Коротко, но помолимся. Пошли купаться, помолиться. Простите мое скудоумие. Благодарю вас, Елена Юзенкова. Ну, скудоумие насчет я не знаю. Просто не вошли, не подумали. Может быть, и так. Сами подумайте. Так. Сергей Игнатов. Христос воскресе. Воистину воскресе. Кто прочтет Святую Библию с карандашом в руках и осознает всю глубину божественной мудрости, тот постоянно будет обращаться к Священному Писанию, находя в нем советы и ответы Бога на все вопросы жизни. Ну, карандаш это для того, чтобы писать в дневнике, не на Библию. В Библии даже точки ни одной не надо ставить. А то разными святами придумали, замазывают где-то. Абсолютно недопустимо. Выпиши себе место Писания, заучи наизусть. К сожалению, даже у тех, кто постоянно ходит в храм, нет открытого интереса к Слову Божию, которое они слышат исключительно на малопонятном церковно-славянском языке как торжественную музыкальную мелодию. Да, вот он церковно-китайский язык для них. Одинаково. Никто из звонок на занятия по изучению Святого Писания после богослужения не приходит. Но даже прийти послушать, позаниматься, и то не приходят. Вот на меня некоторые нападают, а я слышу, они говорят, ну, недовольны чем-то даже у нас потерявки. Но говорят, ну, создать общину, это действительно, это поистине, это никак, это невозможно. В общем-то, это же двое. Но еще они сойдутся в выпивке за столом. А далее уже разногласия начались. В общем, вот, вот смотри, как у нас собрания проходят. Вот сейчас я выставил в Ютубе. Каждый день, как мы беседуем. Дальше. Оно никому не нужно, как и нашему священнику, который никогда не призывает прихожан исследовать Писание и не комментирует прочитанный апостол или пророков на церковно-славянском языке. На занятия прихожу один с сыном и буду дальше приходить, чтобы не было злорадства, что, мол, тот, кто призывает изучать Слово Божие после службы в храме, сам потерял к этому благоугодному делу интерес. Это интересно. Я захожу, сидит благочинный. Тогда он роль епископа исполнял, отец Николай. Ну и говорит, наши священники, тот молодой это, затеяли дело такое, чтобы катехизации проводить. А он с Украины, с Белоруссии, в Войтович. Проводить катехизацию. Ну я говорю, так это я считал, в газете даже было. Ну а что у них получилось? Я говорю, а что? Да три человека всего ходят. И он такой довольный, что не получилось ничего. А благочинный? Проходит несколько дней, он прям совсем разулыбался. Никто не ходит. То есть подтвердилось его мнение. Да хоть теперь ты умер, теперь отвечать будешь. Ходят, не ходят. А вот теперь у нас вчера новинка была, новость дня. Сергей Козлов, парализованный из Воронежа. И он попросился, чтобы быть участником нашего собрания. А как это сделать? Никита, скажи. А вот по скайпу прям выходил он, как обычно. И беспроводной интернет был. Я просто вот как ходил с ноутбуком, прям на камеру, он видел все. Налево, направо, как хотел. Ничего такого особенного не было. Просто ноутбук и все. Ну и вот. И вчера в Потеряевке было собрание. И там рассмотрели заявление Сергея Козлова. Считай заявление. Мы, православная семья Козловых, православный христианин Сергей Георгиевич Козлов и православная христианка Татьяна Ильинична Козлова. Обращаемся к православной общине имени Анфимы Некомедийского. Анфима? Смерть 302 год, время казни отгонителей. Поселке Потеряевка, Мамотовского района Алтайского края. Просим принять нас в члены вашей общины, пока без вида на жительство на территории деревни Потеряевка. Но не исключая такой возможности, что мы сможем стать полноценными жителями деревни в будущем. Обязуемся добросовестно исполнять устав общины и быть полезными в служении людям и Богу. Ну, надо с устав как-то... Сегодня я постараюсь ему послать устав. И вот, что дальше тут? 12 апреля 2017 год. И в подписи... Внизу. Все члены общины единогласно одобрили все заявления. Настоятель общины и протоиерей Иоаким Лапкин. Тоже роспись. Печать. Печать. Печать синим светом. Печать поставлена наша. Это когда мы зарегистрировались. Требовалось печать в отделе юстиции. Вот. И вчера у нас было... 12 апреля послал, а вчера было у нас 23-го. 23-го, да. Вот. За 10 дней. Ну, пока воскресенье пришло. И сегодня я ему отослал. Сергею. Вот я теперь это убираю. И дальше мы считаем. Он получил сегодня. И отвечает. Сергей Козлов парализованный пишет. Аллилуйя. Три воскресательных знака. И дальше. Сергей Игнатов пишет. Христос воскресе. Воистину воскресе. Дважды слушал этот очень информационно насыщенный посыл со ссылками на священное писание и каноны церкви видеоролик. Все сказанное Игнатием Лапкиным о состоянии нашей церкви и священстве наглядно подтверждается на примере нашего святотихоновского прихода. Внешне все сносно, а изнутри как в гробу. Это Украина. Угледар, кажется, город называется. Прихожане приходят только во время субботнего, воскресного и праздничного богослужения. Заказать требы по искуранту. И больше ничего. Сущность православной веры и Библии не разъясняется. Что я на этом могу сказать? Только в заходце это действительно так. Это ужасное состояние церковное. И его как будто они не видят, священники. Ну, как сказать, дельцы от религии, как называют. Тут ничего нельзя сделать, если они сами ничего не делают. Дальше показать наши ресурсы надо, и дальше мы будем вопросы здесь разбирать. Вот, это мой мир, где я в шапке. А где я с голубем, туда писать не надо. А здесь можно писать, ну, что нужно вопросы задать какие. И дальше у нас, сейчас я это уберу, которое у нас уже отработано. Это форум, православный форум. Вот он наш, православный форум, 1600 тем. Вот он как выглядит, легко зарегистрироваться. У нас есть свои странички в Одноклассниках. Живой журнал свой сделанный, специалисты помогли. Вконтакте, Твиттеры, Фейсбуке, то есть, ну, всякие разные там где-везде. Но и работа там не идет. Я там не могу. Вконтакте посмотрел мелконько, и на одного человека, как ката. И то скрыто, никто не видит. Тут-то что-нибудь не делал, любой заходит и видит нашу переписку, все видит. Мой мир, чудесная система была. И вот у нас форум тоже обширный, легко искать. Справа здесь подчеркнуто написано общий поиск, не его вставляй и найдешь. И видеоканал. Вот у нас видеоканал. И здесь что-то пока говорили. Я рискую очень открыть. Два письма пришло. Если ругательство есть, то кажется, я не виновен. Добавил. Ой, матерки пошли. Сразу убираю. Видите, я открыл, но зря открыл. Видите, какие люди приходят. На все матерятся, ругаются. И кто они такие? Ну, бог разберется придет. Дальше. Во свете Библии православный библейский сайт. Тут около 50 книг, только аудио. И дальше вот 4124 ответа по темам на вопросы. 55 тем. 57. 55 папок. И сейчас идет у нас взаимное отношение. Взаимное отношение между людьми. И у нас тут уже все это подготовлено. Сейчас мы будем эти вопросы считать. Взаимоотношения. Ну, давай. Подходи, Никита, считай. Взаимоотношения. Считаем. Вопрос 540. Любопытство это грех. Есть люди до чрезвычайности интересующиеся чужой жизнью. Особенно семейной. Ответ. Причина только одна. Пустота собственной жизни. Жизнь этих людей крайне неинтересная. Скучная и бездельная. Ничем не занятая. Поэтому они превращаются в заразных мух, проникая в разные щели, подсматривая и разнося сплетни. Они опасны, ибо убивают сразу трех. Себя, того, кого осуждают и того, кто их слушает. Иоанн Златоуст. Серахов 11.30.31 Как охотничья птица в западне, таково сердце надменного. Он, как лазутчик, подсматривает падение, превращая доброво в зло. Он строит кознин и на людей избранных кладет пятно. Видите-ка, какой ответ должен быть. Вот это место все поясняет. Серахов 21.26.27 Когда смотрите там, может быть не 21, а 20. Интернетная версия на одну главу не сходится. Неразумный сквозь дверь заглядывает в дом, а человек, благовоспитанный, остановится вне. Немежество человека подслушивать у дверей, благоразумный же огорчится таким бесстыдством. Иногда, быть может, раз в тысячелетие, бывает и польза от подслушивания и подсматривания. Есфирь 2.21.23 В это время, как Мардахей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились за то, что предпочтен был Мардахей, и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардахей сообщил царице Евсфири, а Есфирь сказала царю от имени Мардахея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардахея в книгу дневных с записью царя. Никак. То есть иногда вот это подслушивание, он не хотел подслушивать, но так получилось, те не побереглись, и спасла жизнь царя и еврейского народа, и Есфири, и Мардахея. Вопрос 541, Марка 7, 28. Она же сказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. Разве сейчас есть такие люди, которых, если бы называли псами, не обиделись бы и не ушли, и не стали бы больше просить о необходимом? Возможно ли такие люди ныне, готовые самоуничижиться? Мне-то вопросы задают в университетах, я за кафедрой стою, записки поступали. Ответ. Нам показан пример. И войди в него, и никогда не ищи тех, кто исполняет, но думай, исполняешь ли ты. Действительно, сегодня человек с великим гонором, и на самое незначительное замечание он передергивается весь. Кавычки. Мне нагрубили, меня не любят. Обида совершенно антихристианское чувство. Вот это надо запомнить. Как реагирует? Да никак, это не христианское. Если нас назовут псами, то мы должны согласиться, что еще не доросли до этого звания. От пса после смерти хотя бы шкура. А что от нас? Когда епископ решил испытать смирение Моисея Мурина и вывел его из алтаря, тот не только подсчитал это справедливым, но и много укорял себя за то, что сам не догадался об этом. Моисея Мурина, это негр, его вывели, да ты зачем сюда зашел, тут в алтарь, как они его выгнали там. И он голову опустил, и что-то там видно губами шевелит. Тогда его там епископ послал, говорит, подойди сзади, постой там, послушай, что он там бормочет-то, наверное, там клянет нас. А тот подошел и слышит, господи, прости меня, да я черный пес, собака, человеком недостоин называется, я с епископом в один алтарь зашел, прости меня, господи, да как я дерзкий такой, хам настоящий, хамово племя мое. Тот пришел, говорит, ой, владыка, он так себя ругает. Епископ говорит, иди зови, он более достойный в алтаре бы, чем мы. Видишь, как меняется. А тут мне нагрубили, вот сидят, ругаются друг друга, матерят за одним столом. Но один говорит, ну ты что, а, ты меня на ты назвал? А что матерки были, это ничего не знает, и в мать там, и в отца ругался. Но ты, вот я свидетель этого был, они схватились до драки, ты меня на ты назвал, я тебе что? Что мы, детей крестили вместе? Наша родня только потому, что под одним солнцем портянки сушили. Ну и пошло дальше. Собака, высокоорганизованное животное, исключительно верное и преданное хозяину, готовое броситься даже на льва, чтобы продлить жизнь своего господина хотя бы на секунду. Добрых пастырей Господь сравнивает с добрыми псами, а не добрых с плохими. Вот так. Исайя 56, 10. Вакуум говорит, и я лаял Никона, он не боялся это сказать. Стражи их слепы, все, и невежды, все они немые псы, немогущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. Бредят, то попало, говорят, любят много спать. Сон это один из определителей духовной жизни. И как бы тебя ни назвали, ты раскинь палатой своего ума, и легко найдешь, что ты еще не дорос до этого звания. Как обзывают нас, говорят, да еще до этого не дорос. Вопрос 542. Могут ли у христианина быть враги? Ответ. А у кого их нет? Так и просится с языка. Но вопрос стоит иначе. Не о каждом, а о христианине, о последователе Христа. Христос предупредил, что врагов у его учеников будет больше, чем у простых смертных, во много крат. Матфея 10, 36. И враги человеку домашние его. Лукаши 27. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас. Лукаш 6, 35. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте им, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным, и к злым. Повторяю, я даю ответ, не имеющий никакого духовного образования. Но я знаю, что люди пришли не ко мне. Вот это я понял. Они пришли ко Христу и желают услышать в Духе Святом голос. Вот это, что означает Библия. Это не просто цитаты, как говорят. Не цитаты. А это Господь дает нам откровение с неба. Римлянам 12, 20. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Уголья, уголья. Уголья. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова. Вот кому приравнивается. Иоанн Златоуст говорит специальную проповедь на тему о том, что враги могут делать нам зло, но причинить его не могут, потому что мы за все благодарим Бога. По большому счету враги нам лучшие друзья. Они содействуют нам при получении венца за победу. Они шлифуют наш характер. Даже сам дьявол с легионами своих ангелов христианину не помеха. Любовью, постом и молитвой, смирением и благодарением Бога сокрушаются вражеские твердыни. Вопрос 543. Можно ли разговаривать с человеком, который не совсем трезвый на религиозную тему, если он при этом желает разговаривать на эту тему? Ответ. Если человек не трезвый, то реакция его может быть совсем неожиданной. Слово Божие предупреждает нас. Матфея 7,6. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не подпрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. А люди говорят, напился, как свинья. Если это вам знакомый человек, то отложите беседу, пока он протрезвится. Сираха 5,11. Не вей при всяком ветре и не ходи всякую стезею. Таков двоязычный грешник. Притча 26,9. Что колючий терн в руке пьяного, то притча выстав глупцов. Сирахов 31,30. Печь испытывает крепость, лезвие закалкаю, так вино испытывает сердце гордых пьянством. Тавита 4,15. Что ненавистно тебе самому, того не делай никому. Вина до пьянства не пей. И пьянство... До опьянения. До опьянения не пей. И пьянство, да не ходит с тобой в пути твоем. Вопрос... Христос воскрес. Вопрос 5,44. Можно ли снизойти к неверующему человеку, идущему к Богу, к его недостаткам или привычкам? Прическа, украшение, одежда. Или резко отвергнуть это? Не так, как баптисты приобретают, разрешая все, как и прочие сектанты. Может, сразу сказать твердо обо всем трудном, чтобы вы поскорее отсеялись? Ответ. Ни о каких снисхождении церковь Христова никогда не знала. Но уже на подходе к стадии оглашения язычники освобождались от всего ненужного. Смотрите житие святого Севастьяна. Как человек, отходящий с этой земли, оставляет все, что связывало его с землей, так и человек, обращающийся к Богу, умирает для прежней жизни. И Бог творит в нем все новое. Такому празелиту, вновь приходящему, необходимо разъяснить подробно вредность мирских привычек и все обосновать на Священном Писании. Целесообразность того, что есть в христианстве, и что... Показать. И чтобы он своими руками сжег все галстуки и помаду, и разбил бритвенный прибор, сжег все чародейные книги, Деяние 19.19. Золотой телес должен быть сожжен и развеян сразу, исход 32.30. И взял телца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. Думаешь, почему пить это самое сильное рвотное средство? Их выворачивало, может, не один день. Когда они... На корабле, когда большая качка, то хочешь, не хочешь, неопытный человек, так приехал, все время тянет сблевать. И вот их как в бурю начинают этих людей мотать. И поэтому нужно сразу сказать, сразу же. Интересно, я в Латвии был, ну и там одна зашла в собрание к баптистам. И ее Господь коснулся, а она блудница, с моряком жила там. И в это время она покаялась, об этом стала каяться. А ей сатана прямо явился, рассказывали мне. И говорит, что ты каешься-то? У тебя платье-то кто тебе подарил-то? За что подарил-то? Последний раз он приехал из Финляндии. Она срывает платье-то с себя. А да что толку-то, что сорвало платье-то? А бюстгальтер, это в прошлый раз какой у тебя моряк был? А трусы тебе кто дал? Она дала все с себя. А теперь, да у тебя волосы-то, они напомажены чем? Там, какие тебе эти флакончики привозили-то? Она выскочила на улицу, там лужа, она упала в лужу, давай волосы эти. Вот как будто смешно. На самом деле в житиях святых это описано. Все, притом сразу надо покончить со старым. Дальше. Когда Ниеми узнал, что многих жен и иноземки, и с ними уже прижили детей, он немедленно собрал собрание страны, и был устроен всесоюзный бракоразводный процесс. Как человек, который вырывается из плена, жаждет освободиться от оков навсегда, так и вырывающийся из тьмы заблуждений, язычества и атеизма, должен желать покончить со всеми вредными и ненужными привычками. А никогда-то, что-то, пока еще говоришь, только сразу. Это абсолютно одинаково. Но сегодня на это они не подозревают, что-то экономия. У них ни Бог, ни каноны, и экономия. То есть послабление. То есть разжиженность. Какой он поп, таков и приход. Вопрос 545. Можно ли христианину применять приемы самбо для обороны? Ну тогда не было борьба без правил, это никто не знал. Ответ. Поставлен предел, не убей. Все остальное в пределах разумности. Обезвредить, задержать, сдать милицию, убежать, но не убивать и не обманывать. Главное здесь молитва и помощь Божия. Вот так. Псалом 32.17. Ненадежный конь для спасения. Не избавит великую силу из свадею. Когда я был в Синодии, мне рассказали про одного дьякона, на которого напали два негра ночью. Он маленько не рассчитал силы, но схватив их за шиворот, столб стукнул друг на дружку лбами, и один из них ушел в потусторонний мир. А другой блаженным запечатлелся перед судом. Потом мне в скаутском лагере его дочь показали. Дьяконский чин с него сняли. Русский богатырь в Америке даже рукой-то не ударил, а развел их, и они не ожидали. И как брякнул их, и мозги по асфальту. Вопрос 546. На меня один человек постоянно клевещет другому. А этот другой человек поначалу был на моей стороне, а теперь пошел на поводу у этого клеветника. И вот я не знаю, как мне в этой ситуации поступить. Молчать дальше, то есть не вступать с ними в конфликт, или пойти и сказать правду, что все это напрасные клевета. И тогда будет большой скандал. Что делать? Видите, какие вопросы задают. Какое бы ни было, видно, что это живые люди сидят на занятиях у меня. Лука 17.3.5 Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится, и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолу Господу, умножь в нас веру. Сирахов 19.13.19 Расспроси друга твоего, может быть, не сделал он того, а если сделал, то пусть вперед не делает. Расспроси друга, может быть, не говорил он того, и если сказал, то пусть не повторит того. Расспроси друга, ибо часто бывает клевета, не всякому слову верь, иной погрешает словом, но не от души. И кто не погрешал языком своим? Расспроси ближнего твоего прежде, нежели грозить ему. И дай место закону Всевышнего Всякая мудрость, страх Господень И во всякой мудрости исполнение закона Если будешь молчать, как учат святые, пустоножители То, может быть, и будет польза, но не евангельская Следует расспросить, запретить и сказать всей церкви Матфея 18, 15, 17 А то рассказывает, там, в житиях святых Она же Евангелие-то не соблюдает, а монашеские уставы И вот один строил там из камней келью Построить, делать-то, и еще давай вторую строить там подальше Когда в одной, это ему уже скучно, но в другую перейдет, поживет Подальше еще одну построил-то, и про него пошла молва А один пришел, как сейчас потеряю У вас дома продаются? Да не продаются, нет Самому надо строить, это лучше Ты свой план сделай Представь себе, какая возможность-то Детей воспитать по-христиански Где у тебя скотный двор? Что ты хочешь завести? Потеряй, все это можно сделать Ну, можно-то можно, но не охота И один пришел, попросил Я когда построю свое, я тогда из келью эту отдам Ну, ладно, живи, он дал ему Проходит время, тому надо туда, стой келью А он нет Ну, мы же договорились, что в течение года Ты построишь, и он посылает своего ученика Иди ему скажи, чтоб через неделю освободил келью Потому что мы договорились на год только А то я приду и выгоню тебя оттуда Тот пришел ему и говорит Мой учитель благословение тебе присылает Ну, старайся, строй, когда у тебя получится Что сделаешь-то? Ну, учитель пришел и говорит Он сказал, я через три дня уйду Через три дня, конечно, он не ушел Он не знал, что уходить надо Дорой раз посылает Он опять ему говорит, чтоб через день духу твоего не было Уже огневался на него А он этому приносит Говорит, ой, он так благодарен, что живет здесь Ну, тогда этот не выдержал Старец пошел сам Ну, выгнать его-то А тот, зная только доброе Выскочил на встречу, бежит, пал перед ним Благодарю тебя, что ты меня терпишь-то И он примирился с ним Хозяин-то этой кельи-то То есть лгал налево-направо А теперь примирился Какой сатана-миротворец Потому что дьявол лжец, и отец лжи И это преподается, как заобразец Никого не оскорбить Матфея 18, 15, 17 Если же согрешит против тебя брат твой Поиди и обличи его между тобою и им одним Согрешит? Обличи! Прямо, обличи! Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего Все, разговор закончен Второй вариант Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух Дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово Возьми, я должен уговорить Пойти опять к нему А у меня некогда Иди, это правило такое Вот второй вариант А если и церкви не послушает То да будет тебе, как язычники, мытарь И скажи церкви, говорит А если же не послушает их, скажи церкви А если и церкви не послушает То да будет он тебе, как язычники, мытарь Все, с третьего этажа вниз головой Так говорю Вопрос 547 Почему великие люди были в основном мужчины, а не женщины? Ответ Экклесиаст 7, 28 Чего еще искала душа моя, и я не нашел Мужчину одного из тысячи я нашел А женщину между всеми ими не нашел Женская природа более слабая и наклонная ко греху И требует большего внимания и расхода в деле воспитания, содержания и спасения И хотя Галатам 3, 28 Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского Ибо все вы одно во Христе Иисусе Но однако и в новозаветной церкви в табеле о рангах женщина вторично И так будет всегда на этом белом свете Среди двенадцати апостолов не было ни одной женщины 1 Тимофея 2, 11, 12 Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии То есть никаких подкаблучников Бог не создавал Не властвовать, и все на этом конец А ну-ка включи это сегодня-то, что получится 1 Коринфянам 14, 34 Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить А быть в подчинении, как и закон говорит Независимо от того, царица это или кухарка Это Божье установление, и противящиеся ему женщины Сами на себя навлекают погибель Ей верено великое дело рождения и воспитания детей 1 Тимофея 2, 15 Впрочем, спасется через чадородие Если пребудет в вере и любви, и в святости целомудрия Вот когда полезно чадородие это Мы видим по житиям святых, что соотношение канонизированных Церковью мужчин и женщин один к восьми Но это не говорит о том, что вход в Царство Небесное Женам открыт в такой пропорции Церкви вошло в обычай канонизировать преподобных Юродивых архиереев Здесь прерогатива на мужской стороне Но сколько незримых от мужских глаз истинных подвижниц на бытовом уровне Подвиг которых превышает подвиг великих канонизированных святых Но не втайне на кухне с пеленками Таких скрытых святых Господь показывал лишь в исключительных случаях Как Ефриму Сирину В действительности может оказаться соотношение спасенных как раз в обратном порядке 8 к 1 Действительно, Соломон не нашел из женщин ни одной Хотя бы в этой области был большим специалистом Но что он искал в них? Веры, святости, послушания Он искал красоту плотскую И часто среди язычников Что видно из того, что он, Сирахов 47, 22, 23 Наклонил чресла твои к женщинам И порвотился им телом своим Ты положил пятну на славу твою И осквернил семя твое так Что навел гнев на детей твоих И они горько оплакивали твое безумие Что власть разделилась на двое И от Ефрема произошло непокорное царство Вот и все Вопрос 548 Почему между некоторыми святыми, например, Кириллом Александрийским и Блаженным Феодоритом и другими Были крайне плохие личные отношения Такие, что они ругали друг друга или радовались смерти? Вот сейчас даже известная Елисавета Родная сестра царицы Александры Федоровны Когда узнала, что Распутина убили Она сразу телеграмму поздравить Наконец-то избавились Вот А поскорее сама пошла туда же Полетела в шахту Ответ Не нужно было канонизировать ни того, ни другого А просто читать их труды Сверяясь с Писанием И этот вопрос уже бы не возник То, что между многими Кириллами и Феодоритами никого не волнует и не удивляет Но вот сделали приставку святой, праведной Сделали их богами И все человеческое, что позволено смертным, обращается им в смертный упрек В смертельный В смертельный упрек Как же так? Они же святые Разве святые могут так поступать? Вот, а если были просто простые люди, никто бы их так не упрекал Когда они так поступали, этой приставки святой не было у них А был обыкновенный дядя Кирилл и дядя Феодорит Который тоже ел, пил, кашлял и ходил в туалет После их смерти, наградив их неземным эпитетом Увидели несовместимость с тем, что было в действительности И стали ахать Ах, я так был им очарован, а теперь так разочарован Лично я в жизни много раз слышал подобное в свой адрес Это я говорю И меня нисколько не удивляет то, что этот же самый Кирилл Александрийский Родной племянник главного гонителя и убийцы Златоуста Феофила, патриарха Александрийского Никак не хотел вписывать имя Иоанна в поминальник Диптих Здесь вмешалась Божья Матерь В случае экстраординарный И под правило ревнителя славы своего дяди Ничто человеческое не чуждо было тем, кого сегодня называют святыми Епифаний Кипрский, опытнейший архипастырь Которым было уже за сто лет Дал увлечь себя царице Евдоксии И оказался против Златоуста В самый критический момент его жизни Почему? Почти такое же случалось и между апостолами Галатам 2.11 Когда же Петр пришел в Антиохию То я лично противостал ему Потому что он подвергался нареканиям Ну вот как делать, как поступать Если вот такое-то, то вот ответ Какое писание говорит и жития святых Вопрос 549 Почему на неверующего человека и на меня... На верующего? Откуда ты узнал неверующего? Не, подставляешь Сколько раз уже, бесчетное число раз тебя ловил на этом Это у тебя внутри Почему на верующего человека иногда наводятся ложные подозрения? От кого это исходит и почему? Ответ Иван Златоуст говорит, что ничто так не разделяет людей, как подозрение Подозрение может быть положительным и отрицательным Иногда оно, как наитие Предупреждает о скрытой опасности Исходящей... Это то, что оно... Как наитие, наитие Какое наитие? Наитие Предупреждает о скрытой опасности Исходящей от кого-либо Ложные подозрения имеют целью разделить Поэтому нужно тщательно расследовать, так ли это 1 Тимофей 6.4 Тот горд ничего не знает Но заражен страстью к состязаниям и словопрением От которых происходит зависть, распри, злорещие, лукавые подозрения 2 Тимофейская 12.4 Когда же они согласились, ибо желали сохранить мир И не имели никакого подозрения Тогда по общему приговору города Иопийцы, отплыв Потопили их не менее 200 человек Хорошо ли это подозревать невинного человека? Этот вопрос похож на такой Что лучше, быть оптимистом или пессимистом? Я лично отношу себя и действую согласно этого Быть пессимистом и всех без исключения подозревать Да коли их хорошо не узнаешь Как это выглядит на практике? Ни в поезде, ни у знакомых я не оставляю без присмотра своих вещей и костюма В которых есть деньги И поэтому все остается при мне За 62 года моей жизни, по милости Божией Думаю, что ни один вор не поживился ни одной копейкой из моего кармана И мной не был потерян безвозвратно ни один документ Ни один квартирант и гость меня не обокрал Ну это 62, теперь 77 Вот еще через два месяца мне будет 78 И ни копейки нигде не было потеряно Почему я подозрительный? Проверяю человека, смотрю Уходя из гостей я никогда никого уже не подозреваю Повторяю Все осталось при мне Но если в комнате было 10 человек и у тебя что-то потерялось Ты подозреваешь всех Что лучше? Все У меня есть правило, которым я хочу научить и вас У меня очень большие связи с начальством в городе И где бы я ни был, они все полностью мне доверяют Ну представьте, губернатор, мэр города, прокурор края Ну то есть очень большие такие, первые лица края Но когда я нахожусь у них в кабинете А им нужно срочно выйти в другое место То я тут же стремлюсь выйти вместе с ними Не соглашаясь остаться И они удивленно спрашивают Почему? Потому что у вас на столе и в столе много документов И быть может что-то уже потерялось до моего прихода И вы это обнаружите позже И не найдя утерянное Рано или поздно начнете высчитывать тех Кто был у вас в кабинете И в поле зрения И в поле зрения, которое у него есть Подозрения попаду и я А я этого никак не хочу Поэтому я лучше подожду вас в коридоре Да что вы, да разве можно так плохо думать о вас? За кого вы меня считаете? Значит вы действительно растяпа Если оставляете посетителя одного Совершенно не зная его С важными государственными документами Вас нужно сегодня же выгонять с работы Представь себе Это я у него, начальнику И говорю такое Каково ему это дело-то? Он никак не ожидал этого Да Как-то не думал об этом Интересно вас послушать Я об этом скажу своим коллегам Кстати у меня недавно Как раз была пропажа важных документов Интересно То есть он пошел в другой кабинет И даже из кабинета могут выгонять и посмотреть Что там за чучело стоит огородное Учит его Будьте уверены Об этом случае он расскажет и другим И аудитория моих благодарных слушателей Мгновенно расширяется И я прошу вас Будьте подозрительны Но в мир Благоразумно Так точно и о пессимизме Я всегда ожидаю самого плохого Печального результата во всем Что меня обманут Не вернут Обворуют Сгорит что-нибудь Нападут А клевещут И в этом накале ожидания худшего Я прожил всю свою сознательную Христианскую жизнь И готовясь к худшему Как бы непременно Должно было это случиться Я заранее выстраиваю заслон На пути этих пакостей Благоразумно высчитывая ходы противника И заранее же благодарю Бога За эти пакости Допустившего совершиться этому Но в действительности Очень и очень многое Из мрачного Что я предполагал Не сбывается Я всегда имею радостное настроение Благодарности Богу Который защитил меня И скрыл от духов злобы И беспорядочных людей То есть я уже знал Что случится Случится А это не случилось А он Даже с ним И ничего не случилось Он и благодарить Бога Не будет даже Не подумает Послышишь нет Сиди спокойно Прямо Да я слышу Все Оговариваться не надо Пустое И плюс к тому Постоянно помню Не забывая того Что много я еще И не предусмотрел Не хватило ума И только вечности Откроется От какого позора И опасности Покрыла меня Амофором любви Преблагословенная Дева Мария Среди каких бед Пронес меня Мой добрый Ангел-хранитель И в результате Этого я имею В душе Всегда неистребимый Оптимизм Что силен Мой Бог Который устреляет Все к лучшему Это я говорю С кафедры А тут у меня Сидят представители ФСБ И администрации Города И прокуратура Кто только не приходил На занятия В университетах Это все Мои ученики И они Тоже себе Это применяют Вот говорят Ну одного послали Какая-то фабрика Там Фестфалика Отправили Двоих Которым Чтобы там Менеджеры Как-то Называют сегодня Обувь И один пишет Пессимист Пишет Тут все ходят босиком Обувь никому не нужна А другого послали Оптимист Он посмотрел босиком Присылайте два полных Корабля Тут все босиком ходят Такие же самые слова Но вывод Что их надо обуть А тут Они не нуждаются Он сразу успокоился Дальше Вопрос 550 Хорошо ли Когда человек Задает много вопросов Житейских Или по Писанию Ответ Иоанн Златоуст Говорит Научитесь Не задавать вопросов Вот так Как это понимать Есть вопросы Которые необходимо Задавать более знающим И есть вопросы сокрытые О которых не надо Любопытствовать Второзаконие 29.29 Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему А открытое нам И сынам нашим До века Чтобы мы Исполняли все слова Закона сего Псалом 132 Не смирял ли я И не успокаивал ли Души моей Как детяти Отнятого от груди Матери Душа моя была Во мне Как дитя Отнятой от груди Вот ты прочитал Псалом 132 И все будут искать 132 Псалом В данном случае Необходимо Псалом 130 Стих 2 Дальше Говорят Что когда человек Не задает вопросы То это бывает По двум причинам Или когда человек Все знает Или когда ничего Не знает Он не знает Как вопрос задать Уметь задать Нужный и умный вопрос Нужно иметь голову Даже с помощью Симфонии Ты ничего не найдешь Если не знаешь Что искать У тебя должна быть Зацепка Хотя бы одно слово Сферахова 38.3 Знание врача Возвысит его голову И между вельможами Он будет в подсчете Любителям Поставить в тупик Своим вопросам Апостол Павел говорит 1 Коринфянам 1.20 Где мудрец? Где книжник? Где совопросник Века сего? Не обратил ли Бог Мудрость Мира сего безумия? 3 Царство 10.1 Царица Савская Услышав о славе Соломона Во имя Господа Пришла испытать его С загадками Проверила Но теперь надо узнать Дальше Житейской мудрости Учат И этого знания Добиваются великим усилием Варух 3.23 Сыновья Агарий Искали земного знания Равные купцы Меры и Фимана И баснословы И исследователи знания Но пути при мудрости Не познали И не заметили стезей ее Вот так Но чтобы добиться Мудрости духовной Необходимо обращаться К Библии К закону Божию Второзаконие 4.6 Итак Храните и исполняйте их Ибо в этом мудрость ваша И разум ваш Пред глазами народов Которые услышав О всех сих постановлениях Скажут Только этот великий народ Есть народ мудрый И разумный Дальше Вопрос 551 Целый день в соседней комнате У внуков гремит телевизор Так что невозможно Не помолиться Не отдохнуть Можно потихоньку Его сломать Или это грех Я уже два раза это делал Но они в тот же день Отремонтировали И стали подозревать меня Ответ Эти внуки и дети ваши Ваша кровиночка Это плоды того Что вы сеяли в юности Вы сеяли Что вы Вы сеяли в юности Благодарите Бога Чтоб Они вам об этом напоминают И старайтесь К ним даже не заходить Но молитесь о них И не показывайте Даже как вам тяжело Если вы ночью будете На молитве То днем телевизор Вам даже не помешает А на ночь Они его не включат Ют И вам ничего не помешает Вылезти из-под теплого одеяла Вот ответы какие-то Ну будет ли отвечать Там Смирнов Или кто-то Эти самые главные Говоруны-то Да никогда Во время сеансов Кашпировского И Чумака Вся страна Кавычка Заряжалась Энергетикой Выдавливая из себя Все болезни Навсегда Так что вместо Одного выпавшего Зуба Вырастало три Некоторые Православные Тайно Выливали Воду Которую В кавычках Заряжал бес И наливали туда Детям И внукам Святую воду Освященную В православных храмах Теперь нет Ни Кашпировского Ни воды А осталась Чума и болезни Это все борьба На уровне Языческого сознания Я испытал силу Божию Какую Бог Вложил в слово свое Когда после проповеди О Христе Вся камера В тюрьме Решилась не курить И все ядовитое Зелье спустили в канализацию Беседовал с одним Подвыпившим юношей Который держал в руках Бутылку водки Он тут же размахнулся И вдребезги Разбил ее Или когда я проповедовал У самой Красной площади В Москве На выходе из храма Вдруг подошла Одна из слушательниц И вложила мне Купюру В раскрытый Новый Завет И сказала Помолись Чтобы Хрюшев скорее сдох Нужно сеять разумное Доброе Вечное Всегда и всюду Ибо для слова Божия Нет уз И тогда вы можете Быть свидетелями Того чуда Которое видел я Стоящий перед вами Мне пришлось говорить О вреде Телепередач А у людей Точно так же Дети и внуки Смотрят этот разврат Хозяин раскрыл окно И выбросил телевизор С первого С девятого этажа А священник Протеерей Кандидат Богословских наук Несколько дней назад Купивший телевизор Последней модификации Тут же поехал домой И попросил Епархиального шофера Помочь вынести его И бросить в глубокий Каменный карьер Вот это Пропыт То есть я их зазомбировал Всех там Которые были священники В епархии Как эти мои недруги говорят То есть они не верят Труд Духа Святого Я говорю то Что в моей жизни было А вы хвалитесь А чем тут хвалиться Тут хвалиться нечем Благодать Божия Я вижу Что некоторые не верят этому И вспоминаю Слова Григория Низского Брата Василия Великого Который рассказывал О чудесах Какие Бог сотворил Через его родную сестру Святую Макрину И ему так же не верили И он сказал Многие верят только в то Что они сами могут сотворить А сам то еще не может сотворить И потом веры никакой нету Когда я приехал К моему родному отцу У них был телевизор А я говорил Против этого рогатого ящика Хотя я не прикасался К нему пальцем Они спрятали его В бане под Полком Полком Бесно смотреть Во время ночных кулачных боев Обычно в бане является Или на стадионе Вопрос 552 Чем на ваш взгляд Отличается смирение От лжесмирение Ответ Прочитаем Несколько мест Из Святой Библии Что нам скажет Бог о смирении Люди Многие хотят Чтобы их О них писали Говорили Показывали Как образец Но у славы Есть скрытые Замыслы Говорит Иоанн Златоуст Чем больше Человек Гонится за славой Тем дальше Она от него убегает И чем далее Убегает от нее От нее в смирении Тем сильнее Она прижимается К нему Слава Притча 15.33 18.33 22.4 Страх Господень Научает мудрости И славе Предшествует смирение Перед падением Возносится Сердце человека А смирение Предшествует славе За смирением Следует Страх Господень Богатство И слава жизни 5.508 лет Бог сотворил Готовил Сосуд Сотворил? Готовил Готовил Сосуд Благодати Для рождения Сына Своего возлюбленного Богородица Дева Мария Была полна Всех добродетелей Но когда Пришло время Исполнения обетований Она сама Отметила в себе Только одно Смирение Столь велик Этот дар Лука 1.48 Что призрел Он на смирение Рабы свои Ибо отныне Будут ублажать Меня все роды Смиренный С полным Упованием Во все Полагается На Бога Бог дал Бог и взял Да будет Воля его Святая От него Помощь Воля А внизу Та Что бы заметили Его Засто Бенную Натуру Начальник Или батюшка И это до Времени Пока он Не влезет Повыше Дальше он Отыграется Возьмет Свою С лихвой Лже смирение особенно у тех, кто имеет впереди что-то высшее и хочет через кого-то достичь этого. Или это номенклатура, или верующие через священника влезут на небо. 3 Маковейская, 2.16 И мы много прославляли Всевышнего. Сил нет, ты уже осознал бессилие свое. Осталось надеяться на чудо. Проревизировать свое прошлое, где не дал места Богу. Теперь уже только Божие чудо подвидит тебя к жизни. Иудеев, 6.19 Господи, Божий Небесный, воззри на их гордыню и помилуй смирение родово нашего и призрено лице священных тебе в этот день. 3 Мудрость, 2.19 Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Сираком 13.24 Сидит солдат, главное, и они решили. И чашку супа вылили ему борща за воротник. Испытать его смирение. 3 Мудрость, 2.20 О как. Сираком 3.19 20 стих 10.18 Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным. Ибо велико могущество Господа, и Он смиренными прославляется. Господь вырывает с корнем народа и насаждает вместо них смиренных. Псалом 149.4 Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Притча 3.34 Если над кощунниками Он посмеивается, то смиренным дает благодать. Насколько выгоднее быть смиренным, чем гордым. Горды бачить, наставить на своем, перебивать другого среди речи, самоутверждаться без чиния. Уже в этой жизни очень выгодно быть смиренным. Ласковый теленок двух маток сосет. Притча 11.2.29.23 Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Праведник, умирая, оставляет сожаление, но внезапно и радостно бывает погибель нечестивых. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Сафония 3.12 Но оставлюсь среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Люди могут посчитать смиренного безвольным, апатичным, не бойцом, но истинная мерка у Бога. Лука 1.52 Не изложил сильных престолов и вознес смиренных. Иакова 4.6 Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5.5 Так же и младшие, повинуйтесь пастырем, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Римлянам 12.16 Будьте единомысленны между собою, невысокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Вопрос 553. Притча 26.17 Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Поясните. Ответ. Если вы видели больших собак, то, проходя мимо, старайтесь не смотреть им в глаза, это провоцирует их напасть на вас. А если вы сделаете движение в ее сторону, то реакция ее будет не в вашу пользу. А если по пьянке схватите чужую собаку за уши, то останетесь без своих ушей за то, что плохо слушали. Видите, когда двое спорят, то они бывают обозлены друг на друга, и особенно на тех, кто встает на сторону их противника. Тем более, кто как затычка в каждой обочке вмешивается, не разобравшись, проходя мимо. Учитывая, что ссорящиеся все-таки люди, хотя иногда их справедливо назвать двуногими зверями, то можете получить сдачу размером больше того, чем имели в наличии. Каждый раз сам себе задавай вопрос. А мне это нужно? Если бы в данный момент я не проходил мимо, они бы без меня разобрались? Двое спорят. Ты ничего не слышишь. Обойди стороной и ускори шаги. Если даже попросят быть третийским судьей, то не спеши разрешить их спор, хотя теперь у тебя есть возможность послужить ближнему своими знаниями и добротой сердца. Так, еще, 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 еще. Три минуты. Не годит уже. Вопрос 554. Все тут на ощуте стоит. Ефесянам 5.4. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Мы записали в толковании, что смех и шутка это плохо. Чем плоха шутка? Неужели нужно быть сфинксом в жизни? Это вопрос мне задает. Ответ. Златоуст растолковывает это в том смысле, что мы насмехаемся над человеком, а этот разобитится, будет ссора, потом толчок в нос. Удар и смерть. Притча 30.33. Потому что, как взбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Сираха 8.5. Не шути с невеждаю, чтобы не подверглись бесчестию твои предки. То есть предки вон в мать будет ругаться и прочее. Не шути, отойди. Мы не знаем, допускали ли какие-то шутки святые, но когда родственникам кажется, что мы опошутили, то похоже, что были шутки у них. Но если всегда мы говорим только чистое слово, тогда нас воспринимают все серьезно. Бытие 19.14. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит. Притча 26.19. Так человек, который коварно, вредит другу своему и потом говорит, я только пошутил. Притча 14.13. И при смехе иногда болит сердце. И к концам радости бывает печаль. Матфея 12.36. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Притча 30.17. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Экклесиас 2.2.7.6. О смехе я сказал, глупость, а веселье, что оно делает? Светование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше, потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Лука 23.35. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Деяния 2.13.17.32. А иные насмехались, говорили, они напили сладкого вина. Услышав воскресенье мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Иакова 4.9. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех вожда обратится в плащ и радость в печаль. Сирахов 7.11.20.17.21.23 Не насмехайся над человеком, находящимся в горести души его, ибо есть смиряющий и возвышающий. Как часто и сколь многие будут насмехаться над ним. Глупый в смехе возвышает голос свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнется. Беседа глупых отвратительна, и смех их в забаве грехом. Указанные места в Библии дадут нужное направление и изгиб губам. Все. Считаю, что дошли. Ну и вот.